Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо! С вами Роман Карасев. И сегодня гость нашего репортажа, герой нашего репортажа, Рамазан Шахин, известный человек в мире вольной борьбы, ну, скажу сразу, чемпион Европы, мира, Олимпийских игр. Мы встретились на турнире по дзюдо, на призы Хусейна Оскана, также олимпийского чемпиона, но по борьбе дзюдо. Но сегодня мы поговорим о вольной борьбе и вообще о борьбе. Мне очень приятно, так вот оказалось, что познакомиться с вами здесь. Вольная борьба немножечко, последние, может, пару лет я так тоже интересуюсь, поэтому будет, я думаю, интересно тем, кто наблюдает за вольной борьбой и услышит наше с вами интервью. Ну, первый вопрос такой, наверное, все его задавали за миллион раз, почему именно вольная борьба? У нас семья спортивная. Дяди мои занимали, один занимал тренерскую должность, два других, а другие дяди мои очень связаны с спортом, вольной борьбой, тренером, директором. И семья, можно сказать, у нас спортивная, у нас своя школа борьбы была, была фасовертера. И поэтому с раннего детства мы, дядя нас приводил в секцию борьбы, мы ходили, играли там, по канатам, там, поковыркаться, попрыгать, побегать. Интересно было, Хасаев такой, такой маленький город, потому что сильно развитая была борьба, и миновольная борьба. Ну, наверное, до сих пор центр борьбы может быть. Да, центр борьбы, как бы многие говорят, мягко борьбы, да, Хасаевер, много олимпийских чемпионов, призеров мира, чемпионов мира. Судьба так сложилась, что я именно с такой семьи, и с такого города, что по-другому, куда ни глянь, там есть залы борьбы, особо сильно развитая была борьба, а другие спортивные вот эти, не особо так сильно развитые, есть бокс, есть футбол, поэтому они так сильно развитые, как вольная борьба. Ну, это получается, с самого детства уже зал, это был как вторым домом. Да, зал был вторым домом. И школа, зал, борьбы, домольные музыки, у нас наша жизнь была, человеческая моя жизнь. Когда вот первые вот такие появились ощущения, желания, может быть, я хочу стать там участницей чемпионов Европы, мира, в России, первые желания, я думаю, первые вот турниры, там у нас в городе, первая стаборная, первая стаборная, первая стаборная, выигрывая турнира, желание появилось, и в городе, республика, были у нас, вот кому наше, что надо, да, даже ориентироваться. Были олимпийские чемпионы, чемпионы, Жакалав, Юмин, Алина, Алина Канавич Алиев, и Буэйсар, и Адам Сайдивы, братья Сайдивы, Апсулат, Магомед Ханар Ацилов, в юношеском возрасте, мы искали кассеты, смотрели борьбу, интерес был такой сильный, именно добиться таких результатов. Получается, как бы среда, среда была олимпийская, и поэтому другого выбора, ну, как бы, другого шанса не было, да, если растешь в почве олимпийской, хочешь, не хочешь, да, хочешь, и в семье, и в семье, да, такой спортивной, спортивной, да, где дяди, тренера, директоры школы. Рамазан, шахин, до олимпийских игр, и после олимпийских игр, помимо внешних атрибутов, золотой медали, и титула чемпиона, что изменилось, ли что-то к тебе? Я не считаю, не думаю, этот вопрос лучше, скорее всего, спросить окружающих меня людей, они лучше оценят, лучше скажут, изменился или нет. До переезда сюда, в Турцию, у меня, скажем, в России, результаты были, призеры России, чемпион СКФО, международной федеральной волкой, чемпион Дагестана. И, я хотел бы особо подчеркнуть, вот момент, как я переехал в Турцию, в 2006 году, с переломом челюсти, я приехал в Турцию, турецкая делегация, приехала в Красноярск, они хотели хорошего тренера, специалиста найдены, и там они договорились с моим дядем, Исааком Абдурахмановичем, Ирпайхановым. И дядя посоветовал и настаивал, и я приехал с ними вместе. Был там такой момент, здесь очень сильно развиты были клубные соревнования, и они-то писать-написать там, хотели, не хотели, и решили взять все-таки, послушаться дядю, взяли меня, и я вот так приехал в Турцию, я должен был по идее бороться в Красноярском турнире, на Ирегинском. Из-за травмы я пропустил этот турнир, и получается, так судьба сложилась, что мне как бы открывается дверь в Турцию. Здесь, как я приехал сюда, они через полгода сделали мне паспорт, и я начал выступать в клубных соревнованиях, в своем весе, 66 килограмм у меня, мой вес, как я начал бороться в Турции. И то выступал на 74, на 66, вот выступать начал, и они, клуб заинтересовался, и заключили контракт, и я так остался в Турции. Но момент такой, первый был, что я сборная, чтобы попасть в сборную, я должен был выступить на чемпионате Турции. чтобы утвердиться в Турции. В этот момент в Турции первым номером был призер мира, выигравший у хорошего, у хорошего борца Серафима Барзакова в Болгарии. Он был призером олимпийских игр, двукратным чемпионом мира. В то время в Стамбуле, по-моему, был чемпионат. В Европе. Он там выиграл закрытие места у него, и был такой приступный, хороший парень. И, получается, первый номер у них этот, и пока я его не выиграю, я не смогу утвердиться. В Турции во время еще и так не надо. Первый чемпионат Турции у нас пошел в Панкаре. В Саулусе, да. И я помню, какой ажиотаж был. Все недовольны, все не хотели, что иностранцы пригласили, уже свои есть перспективные ребята. И, во-первых, очень такой сложный период у меня был, 2007 год. утвердиться в команде, а, чтобы утвердиться, надо выигрывать всех. И там был такой момент, не только спортсменов, соперников, но и судей своих. То, что предвзятность, было все-таки предвзятность. И чувствовался вот этот момент, когда ты хочешь и выходишь, борешься, и ты чувствуешь, что в любой момент тебя могут зажать, или же соперники что-то там подкинуть, что-то сделать, или масло намазать, или что-то такое. И на этот момент очень сильно настроил меня мой тренер, Иса Габдур Рахманович, он и мой дядя. Он меня настроил, он говорит, приехал сюда, ты должен показать на все сто процентов себя, если не покажешь, считай, что все это, то, что мы проделали, вот этот путь, вот эта работа, все это зря. Так что борись, ни о чем не думай, и главная цель выиграть чемпионат Турции. Настрою, все, вроде бы, чемпионат Турции, выхожу там, и такой момент у меня остался в памяти. Я борюсь одним, забыл, полуфинал, там был, это, турок, хороший, неплохой, призер Европы, по молодежи, чемпион Турции, по молодежи, призер Европы. И он накрывает меня, и я на мосту. И я стою на мосту и вижу дядю, он там суетится, там уже все думает. И вот этот момент, вот эти доли секунды, все перевернулось у меня в голове, я думаю, вот я, во-первых, подвал и дядю, что он мне сказал, я не смог выполнить задачу. И вот, в этот момент, как, не знаю, нашел силу, ушел оттуда, потом его положил в чисто, и вышел на этого их нового чемпиона, в финале вышел. А он такой, чуть такой эластичный, неудобный был соперник, чувствительный. И финал, как бы, прошел очень такой, со счета 6-3, что ли, 6-2, что ли, выиграл. Я помню момент, когда мне подняли руки, все с трибуны начали там бросать бутылки, все недовольные, типа, ну, очень недовольство начали, и болельщики проявили, и, ну, федерация, и министерство, за то, что привели меня сюда, сделали гражданство. Они не посчитали их, вообще не послушали их, они сказали, мы здесь решаем все, мы хозяева, мы им точно скажем, кто и будет, и сделали, сделали, сделали как бы, жест такой, типа, будет представлять Турцию, а не отдельно, что-нибудь там другое. Так что, нам главное, чтобы турецкий, турок, или не турок, чтобы именно турецкий флагман поднимал. Получается, у вас, как бы, вот даже, получается, два этапа, которые изменили вас, может быть, да? Ну вот вы хорошо сейчас сказали такое, стою на мосту и вижу дядю, да? И думаю, вот как? Это такой момент, это момент переломный, да? Переломный момент. И вот, получается, этот переломный момент получился два раза в вашей жизни. То есть, вы, ну вот я хочу вас, чисто психологически, как вы вот ощущали, став чемпионом Турции, вы изменились психологически, ментально, так же, как и став олимпийским чемпионом? Ну, понятно, что вы стали чемпионом Европы, мира, вот эти титулы, они изменяли вас, как человека, не как спортсмена, это титул, это как спортивный титул, а как человека, они меняли вас, или у вас ничего не менялось, как вот? Как человека, вот если сказать, например, психологически, очень сильный стимул для меня, я почувствовал, но чтобы там почувствовать себя, ой, я это достиг, все, кто сможет мне что-то сказать, или кто сможет мне это там, преградить путь, там, такого не было, вот, например, насчет спорта, насчет на ковре, да, я чувствовал, что я могу выиграть, кто уйдет, я более уверен был, а так, по жизни, например, там, чувствовать себя лидером, там, я этот, я тот, я олимпийский, почему такое обращение ко мне, вот такого у меня не было, например, человек бывает там, титулованный, обращается со всеми, как бы со вторым сортом, бывают такие люди, что он себя воздвигает, можно сказать, а с другими не считается, я считаю, это твоя работа, она в зале, вышел с зала, все это обычный человек, например, думаю, бывают люди, они и бывают, и в зале, и, скажем, например, в обществе, обычных людей, они чувствуют там, как бы, я самый такой, да, но вы не видели к себе отношение такое, вот знаете, как бы люди в обычном обществе, да, вне зала, узнают, когда, о, это олимпийский чемпион, вот как сегодня, мы с вами познакомились, они сказали, знаешь, кто это, я говорю, нет, мы сказали, ну, это как, это олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, ну, вот, у людей бывает же такое, вот они там, нет, такого не было, что люди как-то так вот, немножко начинали так, да, бывает это, а вас, вас это не воздвигало? нет, я, скорее всего, не возвышал это так вот, да, склонен, не говорить о себе, и чтобы обо мне меньше знали, я думаю, многие, кто услышит, это тоже, даст какое-то дополнительное понимание, что все-таки есть, хорошее вы сравнение сделали, есть работа, которую вы делаете хорошо, независимо от этого спорта, да, или там, просто ты готовишь обед, там, в ресторане, помар, ты делать должен хорошо, у них, а там, то, что тебе поставили шесть звезд, за твою работу, ну, это мнение людей, да, каждый, каждый, я считаю, пришел в зал, или же, в фабрику, или куда-то он не пришел, он показывает свое мастерство, насколько он лучше, даже, возьмем элементарное, идешь к врачу, ты же ищешь хорошего доктора, чтобы он тебе помог, и точно так же, и в зале, ты должен, скажем, сделать свою работу так, чтобы тренера тебя оценили, тренера захотели, чтобы с тобой работать, а не так, а если, как дядя мой, Сакаб Дурахманович говорит, критикуй, во-первых, ищи в себе ошибки, бывают моменты, спортсмен проиграл, пришел, он винить судью, или там еще, там, со стрибун, кто-то там, с трибун, кто-то там, что-то кричал, отвлек, или же спортсмена, там, он это сделал, то, сделал, да, есть, бывают такие моменты, но к этому ты должен быть готовый, ты же выходишь один на один, и должен ожидать все, чтобы это все, если ты думаешь, выйдешь, и он будет с тобой, там, скажем, понежнее, или же не как, обычно на трену, он должен вышел, выигрывать, ну, показатель, естественно, любой ценой, чтобы стать чемпионом, как говорят, победители не судят, да? какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы стать олимпийским чемпионом? Первое, то, что он должен обладать, психологически устойчивым, я видел немало ребят, хороших, способных, которые на тренунках выигрывают, и чемпионов мира, и олимпийских чемпионов, но на соревнованиях, они не могут показать себя, сгорает как бы у них, они не могут преодолеть вот этот стресс, вот это все, вот это, крики в зале, и суета, судьи, вот это все он не может контролировать, и сгорает, он, уже бывают даже моменты такие, он ведет схватку, и последние секунды он сдает позиции, это психологически, но когда смотришь на него, он в зале и выносливый, и сильный, физически, крепкий такой, но психология все равно важный фактор. А она как-то врожденная, или ее можно развивать? Вот как вы думаете, вот вы, ну, мое ощущение такое, что вы абсолютно спокойны, вот я вот посмотрю на вас, то есть у вас... Стараюсь быть спокойным. Ну, это вы, вы вот себя, если с детства вспомните, вы такой же были, был спокойный, ну, особо, как бы, никуда там не спешил, ну, так, знаете, есть импульсивные такие, а есть, ну, спокойно, сиди там дома, где ты отдохнул, там, чай попил, там, что-то, вплоть до того, что там, вяжет там, сиди, там, рисует. Да, я, например, себя, как я знаю себя, есть ребята такие, вспыльчивые, они в зале и такие же, и в жизни такие, спыльчивые, спыльчивость, по-моему, не помню, я, я люблю не торопиться и довести дело до идеала, то, что ты взялся за это дело, ты должен, все нюансы соблюдая, все соблюдая, ты должен довести до дела, чтобы оценили твой труд, я придерживаюсь этому, например, бывают моменты такие, именно во время борьбы, например, ты проигрываешь, но ты не спешишь, хотя, тренера и болельщики требуют, давай, давай, там, чуть-чуть осталось, давай, давай, бывают моменты, ты поспешил, как в подсловице, людей насмешил, можно за, как есть примеры, борьбы даже, за 5 секунд, за 3 секунды, проигрывая, выигрывая схватки, тебе надо одно движение, и довести ее до оценки, до нужной, до нужной оценки, бывает, пустых 10 движений, и все напрасно, и силу потратил, и проиграл, и все, вот этот, чтобы настроиться на этот одно, один бросок, или же один вот этот прием, ты должен быть, как бы, соблюдать вот это, иметь холодную голову, иметь сладнокровие, это важный фактор, вот этот момент, в борьбе, и в жизни, я думаю, так же. Ну вот, допустим, глядя на вас, не скажу, что вы как-то прям, знаете, такой борец, борец, даже иногда, ну, если только не сломанное ухо, да, вас определяло, да, подробно, можно сказать, что такой, сидит музыкант, нет, вас не путают с музыкантом, нет, ну, то есть, физически, не видно, что вы так, ну, такие мускулы, груда мускулы, там, так всегда были, такой, ну, так стройный, тонус мышцы, да, чуть-чуть, чуть-чуть, снизилась у меня, так, например, когда боролся, когда выступал, более, такой был, да, спортивный, ну, почему я задал, стал об этом говорить, потому что, хочу спросить, как поддерживаете свою физическую форму сегодня? Ну, иногда бывает в зал, там, иду, поиграю с ребятами, повожусь на ковре, особо таких, даже, даже не на 50, на максимум, на 30% таких нагрузок, легких таких, чисто, чтобы настроение поднять, таких нету, как раньше. А режим питания, допустим, как-то вы... Питание, да, вот бывает, тебя балует, сладость, там, хорошо покушает, но не всегда, не всегда, получается, плотно покушает настроение, когда вот переедаешь, вот это, наоборот, тебе вовред ведет, и настроение, и все, вот, ухищается. Боролись в 66-74 кг. Да, вот бывало... Сейчас какой вес? Сейчас, в данный момент, по-моему, давно не становился на весу, 74 будет, чуть набрал, 2-3 кг набрал. Но вообще, когда боролись в 66, гоняли? Да, 5-6 кг гонял было, 71-72 кг, на 66, чтобы согнать весу, приходилось гонять. А когда в 74, наоборот, были... 74, боролся на турнирах, но там обычно у нас в турнирах, бывает, повес еще 2 кг, получается 76 кг. Вот иногда бывало, выходил на 76 кг, боролся, боялся не проиграть, а травму получил. как-никак, вот они 76 кг, они тоже гоняют, 80 кг снижаются на 76. Ваши физическая форма сегодня, она в принципе, ну то есть ваш вес, он такой же, как был, когда вы, по сути? В принципе, да, 72, вот я помню. И можно сказать, что это результаты в основном не столько вашей такой активной физической деятельности, сколько, ну рацион питания, да? Рацион питания, скорее всего, да, диеты, диеты. Я еще с тех пор, когда я выступал, или гастрит, проблемы с желудком, из-за сгонки, скорее всего, да, и вот с тех пор я придерживался не острое, не жареное, не жирное, придерживался, и так вот в привычку вошло и осталось. Что порекомендуете молодым спортсменам в тренировочном процессе для повышения их соревновательного результата? На что им обратить внимание? Или что развивать в себе? Развивать в себе, конечно, координацию, чтобы не терялись они в последний момент. Бывает там в училке попались, бывает там стукнулись, бывает раз потерялся, не можешь прийти в себе. Бывают моменты такие, что недоверить тренерам, такие моменты у спортсмена, если ты работаешь с тренером, ты должен им полностью доверять, ты должен полностью уверить, так как тренер тебе подсказывает твой путь, он вместе с тобой параллельно идет, твой путь проходит. Бывают такие, он чуть что-то выиграет, скажем, с чемпионат страны выиграет, он уже начинает себе других тренеров искать. Окружение бывает, собираются вокруг тебя, столько тренеров, хотят заманить тебя туда или сюда, и с кем ты начал свой путь, лучше продолжить с ним до конца свой путь. Переприкивать с одного на другого, это к добру не преуходит, к другому приводит. Лучше, скорее всего, иногда очень редко бывает тренер сам идет еще более к лучшему специалисту и просит, чтобы его подопечного тренировали вместе, совместно. Спортсмен, он должен верить, идти целенаправленно, стремиться достичь больших результатов. Так как тренер тебе подскажет, что у тебя где-то не хватает, что у тебя, что надо добрать, что надо сдерживать тебя, хороший специалист это вычисляет очень быстро. Бывают моменты, что тренер, не зная, сейчас, да, появились такие тренера, берут свисток и думают, свистят, свистят, и думают, а он лучше всех тренеров. Свистят, тренер, во-первых, он должен и психологически настроить, он должен и тактически тебя подготовить, морально, и, конечно, физически настроить тебя на такую борьбу, чтобы ты не психологически, ни физически не уставал. В начале нашей беседы вы сказали такую фразу, ну, так проскользнуло, победа любой ценой. И вот у меня вопрос такой, победа любой ценой это ваш девиз? Победа любой ценой это подразумевается, что все, что не делается, чтобы выиграть, да? Да, ну, мы не говорим о том, что, конечно же, спортсмены многое кладут, так сказать, как говорят, на алтарь, да, там где-то может, кино не сходит, диета там не съедят, там, пирожок лишний еще, ну, я имею ввиду победу любой ценой именно в соревновательном поединке, то есть готовы пойти на все хитрости, уловки, все, что угодно, лишь бы выиграть. Может быть, там, какую-то коварную борьбу, вот, вы сказали, там, маслом мажутся, с ремонтом попросить какого-то болельщика, там, кинуть бутылку своего соперника, чтобы ему в голову попало его, ну, сняли по-медицински, показаниям, насколько, то есть, вот, вот это подразумевает мой вопрос, то есть, весь он комплексный такой. Во-первых, это, не по мне, победа любой ценой. Бывает, там, я видел, как прибегают некоторые ребята, там, мажут на пальце всякие кремы, чтобы защипить, намазать глаза сопернику, чтобы он чувствовал дискомфорт, неприятный, и такие, бывают такие ребята, я видел на сценариях даже, специально там проходят и стараются его травмировать, любой ценой, вот это не по мне. Если ты готов, если ты, ты сам себя очень хорошо чувствуешь, очень хорошо ты себя знаешь, насколько ты готов, на что ты способен, если ты в форме, если ты вышел, ты по-любому свое возьмешь. Почему? Потому что ты к этому готов, ты к этому шел годами. Бывают те, кто не тренировались, гуляли, потом пришли, можно сказать, на один последний сбор, или же на месяц поттерновались, я сейчас в форме, я покажу, и они прибегают к такому методу, чтобы как бы навредить сопернику, и такие вот любым путем победу, я не помню. если проиграть, проиграть честно, если выиграть, и выиграть тоже надо честно. Я это помню, я так считаю, лучше. Сегодня вы присутствуете на турнире Хусейна Оскана, тоже борьба, но дзюдо. Вообще когда-либо одевали кимоно? Нет, никогда. Вот когда в клубе мы я работал в истанбольском клубе, там у нас и дзюдо, и все, и все, все биби-спорты, а там были и ребята дзюдо, знакомые. Нет, нет, я добегал в зал дзюдо и с ними боролся. В партере и в стойке, но стойки они очень сильно бросают, но мне повезло, что у меня на мне не было кимоно, я не попадался. Но вот так вы смотрите на борьбу дзюдо, интересно наблюдать за подвигом. Видите что-то общее между вольной борьбой дзюдо? Вольной борьбе и в дзюдо бывают обычно подсечки, подсекают очень хорошо, загружают, подсекают, бросают обиву, обхватывают эти, это очень схожее дзюдо. очень интересно наблюдать за молодыми ребятами на соревнованиях хорошие броски, хорошие поединки бывают, такие нестандартные приемы. А вот могли бы посоветовать допустим дзюдоистам иногда заходить в зал вольной борьбы, что-то посмотреть, какие-то упражнения, какие-то техники, приемы, какие-то может быть интересные комбинации и в то же время вольникам прийти в дзюдо. Нет, это два разных очень разных вида спорта. Зюдо, например, там не проходят, там единственный вот один прием со стойки, я знаю, вот это захватом руки и ноги, это прием называется мельницей, это у них и у нас одно и то же, но они как бы без кимоно я думаю очень трудно будет. Ну вот допустим в партере, в партере может быть что-то можно, да, вот в борьбе лежа подобрать какие-то упражнения, рычаги, используя рычаги у них удушающие идут, обычно болевые приемы в борьбе такого потому что в вольной борьбе много используется в партере рычагов, да, вот этих захватов где там надо перекрутить, там захват головы, но я думаю, что на мой взгляд, опять подтвердить его или нет, я бы допустим рекомендовал быть зюдоистом приходить к вольникам посмотреть что в партере они делают? Не знаю, это по-моему вот сейчас даже на соревнованиях смотришь на схватки как они падают вот на колени сразу встают особо партера там и не бывает те, кто вот видно вот у них домашняя домашняя работа вот именно в партере одни бывают вот начинают рычаги вот эти более интересная завязка да, бывают такие завязки он сейчас закончит свою схватку или нет вот это интересно бывает но многие 80% они все встают может потому что может быть потому что мало обращают внимание на партер вообще как вот вольной борьбе как распределяется технический арсенал стойка партер вольной борьбе например по сравнению с греко-римской борьбой вольной борьбе партер это имеется ввиду или сзади или же с колен партер начинается борьба основная борьба у нас в партере и бывает редко те кто бросают редко например американцы кубинцы и американцы обычно проходя в ногу там у нас и начинается борьба у греко-римских у них со стойки борьба просунул пробил руку оттуда уже начинается борьба стойки или же там как у них 30 секунд отстоять надо в партер ставить кто хорошо бросает кто поднимает бросает а вольной борьбе это вся завязка уже начинается ты прошел ногу все оттуда или он тебе не дал ногу или скосового захвата придержал его оттуда начинается борьба разница в жудо например я сейчас наблюдаю у них со стойки основная борьба в партере редко я сейчас заметил кто придушил кто болевой или же 30 секунд удержать надо редко я сейчас заметил но есть наверное какие-то приемы именно непосредственно в жудо которые делают и в борьбе или же в борьбе которые делают именно в жудо и получается Рамазан спасибо за наше небольшое интервью и за ваши такие интересные ответы я думаю многим они будут интересны кто послушает наше интервью что-то возьмут для себя особенно молодые спортсмены те кто только еще начинает свой путь в большом спорте или вообще просто пришли только в зал или может быть только придут в зал подумают ваши пожелания мировому сообществу борцов я желаю им целенаправильно работать главное иметь цель если нету цели это все уходит как бы зря ты пришел ты не знаешь для чего ты пришел в зал поставить перед собой цель и любой ценой достигнуть своей цели ну конечно вот если ты планомерно работаешь и идти легче к цели если нету плана то и к цели достичь цели очень трудно и хочу пожелать молодым ребятам иметь свою цель желание и удачи в своей нелегкой работе и вот дзюдо например связано вот Беркат Бекташ есть Демирель он называется Висита называется вот у него тоже хороший клуб Беркат в Анталии он занимался дома там и сейчас тренером здесь по молодежи и Хусейн Оскан вот занимается вот вот эти ребята есть с Селим Татаролу тоже дзюдо из тяжбол его сын сейчас выступает и Шарик в Анталии юношескую возглавил вот эти ребята я думаю это очень очень полезные ребята именно для дзюдо именно в Турции так как они жили работали знают советскую школу дзюдо и непосредственно вот занимая такие должности я думаю через пару лет можно сказать ребята очень вырастут в плане зюдо в Турции и хотел бы им тоже пожелать удачи нелегкой работы в Турции как-никак зюдо любят ценят я вижу они по всем турнирам ездят надеемся что в скором времени в Турции появятся и призеры мира Европы и олимпийские чемпионы чемпионы мира Европы желали им удачи и вам спасибо за интервью рад был с вами побеседовать да очень приятно Рамазан мне тоже было вот так случайно вот встретиться с вами здесь на турнире Хусейна Оскана и я надеюсь что еще раз повторюсь что те кто увидит наше интервью что-то возьмут для себя интересное из того что мы с вами поговорили вот все приходите в залы вольной борьбы дзюдо самбо занимайтесь ну по крайней мере спор объединяет да спорт объединяет занимайтесь спортом физкультурой следите так сказать за собой со всех сторон да будьте внимательны и терпеливы будьте полезны своему народу и обществу можно и так сказать спасибо Рамазан вам спасибо огромное всего доброго до свидания до свидания